Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня снова будет посылка из Иваново. Там будут постельные принадлежности, вещи для меня и моей мамы. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, вот снова наш огромный мешок. Вот оно снова точно такое же, как в прошлый раз. Нам очень понравилось это одеяло. У нас дедушка наш уже спал. Сказал, очень классно. Оно легенькое, а в то же время такое достаточно теплое. Поэтому я взяла снова. И второе такое одеяло. У нас тут как раз еще есть места. Вот, это два топера. Тоже заказала на мальчишкам, да, моим. На метр двадцать у них как раз в кровати. Вот, один и второй, одному и второму. Потому что нам очень понравилось качество этих топеров. Дедушка, как я уже повторюсь, у нас уже спал туда, где я все в предыдущий раз покупала. И сказал, очень классно, ему очень понравилось. Поэтому я взяла еще мальчишкам. Потом расстелю их, покажу. Да, это мама заказала фартук себе. Она же красивый должна готовить, да? Да. Да. Вот. Ну, такой вот. Да, он такой обычный, тряпочный. Рогожка. Рогожка. Да. Ну, он и стоит-то там, что-то рублей шестьдесят, по-моему. Угу. Вот. Такой веселенький, весенний. Да. Там что-то уже замызганное, уже все. Да, маме зеленый есть такой, он уже все плохо совсем. Совсем плохо, да. Да. Вот так вот такой. Там он вообще. Очень симпатичный. Да. Так, это носки. Это я заказала носочки мужу. Вот они упаковками идут. То есть там цена за штуку на сайте, а на самом деле идут они упаковочками. Скоро маму однушку. Да, светленькие, посветлее, которые. Тоненькие. Да, в прошлый раз я заказывала теплые, в этот раз вот жила тоненькие такие, кстати, прикольные. Носочки по качеству очень плотненькие такие, но тоненькие. Тоненькие. Вот. 80 хлопка, полиамиды. Здрасте. Да. Ну, сейчас вот весной. Как раз веселый ходит. Да, тоненькие такие прям. Тоненькие. Но при этом плотные, потому что бывают такие, знаете, совсем тонкие-тонкие эти, хорошие носочки. И мама заказала себе еще нижнее белье, вот такое хлопковое. Взяла размеры 54-56. Серые, белые и еще раз белые. Серые, белые, белые. Вот. Такие тоже хлопковые, хорошие, с высокой посадкой получаются. Это я себе заказала такой платьице. Сейчас тоже померю, покажу. Приложи так себе. Я-то тут прийду. Может, тебе тоже подойдет. Вот такой. Ну, я сейчас его одену, померю, покажу. Длинное такое тоже, дома ходить. Хлопок. Да, тоже такое хлопковое. Дома. Никак. И вот, костюмчик. И так же я заказала на лето такой костюм, белые брючки. Это тоже у меня, кстати, домашний вариант костюма. И вот такая кофточка. Сейчас тоже померю. Все покажу на себе. Это все тоже хлопок. Вот стопроцентный хлопок. И брала я размер какой? 42-й. И вот такие штанишки на резиночке тоже, ну, тоненькие. В общем, сейчас все померю, покажу. Вот так вот выглядит костюмчик. Молодец, Рост. Угу. Меня сынок снимает. Вот. Но мне кажется, он даже не для дома. Он хорошо куда-нибудь летом на море. Да? Ну да. Вот. С какими-нибудь, не знаю, тапочками. Кажется очень здорово, очень классно съел. Единственное, что тут вот такая штучка, вот такая завязка, которая не совсем мне понятна. Может быть, я ее просто уберу, чтобы просто была кофточка вот такая вот. Красота. Чтобы она не болталась. Да. И тоже вот такой страфанчик еще. Ну, я не знаю, я брала его для дома, но, наверное, оставлю его на море, может быть. Кажется, отлично. Тоже хлопок, тройненький. И вот здесь вот у него такие кнопочки, которые расстегиваются. Вот. Ну, мне кажется, очень симпатично смотрится. Да, Лёва, как тебе? Угу. У меня красиво мне. У вас еще кармашки такие есть. Я вот это платье решила не делать, как его? Домашним. Домашним, да. Мама говорит, надо, поеду на море, надо его взять. Оно из такого тонкого хлопка. Мама говорит, что не носи его дома, а возьми его на море. Она говорит, очень симпатично смотрится. Даже если у нас будет жарко, ты в нем можешь даже походить здесь. Ну, да. Мама говорит, чтобы я его не пачкала дома, в общем. Конечно. Прямо в огород. Прямо в огород, да. И костюм он тут, мама тоже говорит, чтобы я его оставила. На лето, на вечер куда-нибудь. Кстати, тот костюм еще очень рекомендую, если вечером там в парк куда-нибудь прогуляться. Очень симпатично смотрится, да? Вот. Так что мама меня забраковала. Я думала, домашняя одежда обзавелась. Нет. И нижнее белье мамино, оно идет в размер, в размер. Мама померила, но, может, показывать не будем. Вот. Так что нижнее белье, мама говорит, очень хорошее, с высокой талией. То есть высокая посадка. Очень хорошо. Не совсем высокая. Высокая-то она до талии же такая. А это не вот так. Нормально. Но она как бы до пупка идет. Да, но это не низкая катушка. Не низкая катушка, да. Мама говорит, что как раз. Как раз хорошо. Хорошо. Самое оно. Самое топ. И вот этот топпер, который я заказала своим пацанам. У них кровать-матрас на метр двадцать. И топпер на метр двадцать. То есть он, видите, вот так вот. Ну и длина два метра. И вот этот, это тот, который я покупала в Икеа. Вот видите, он какой. Внутри как... Что там внутри, мама? Синтепон, наверное? Типа синтепона, да. То есть он не выравнивает поверхность. Он просто идет как защита. И все. А вот этот именно выравнивает. То есть видите, какая разница. Вот этот из Икеи. И стоил он, кстати, тоже каждый из них. Ну, тысячу с чем-то это точно. Вот. А заказала я сюда. У нас здесь новые матрасы. Но когда я заказывала мальчишкам кровати, я все заказывала в одной компании. И стол, и кровати, и вот эти стеллажи. То есть у меня получается там у одного стол одинаковый, кровать и стеллаж. И у второго то же самое получается. Ну, чтобы не дрались, да. Вот. И я когда заказывала, во-первых, меня раз 50, наверное, если не больше, спросили, точно ли вам все по два и все одинаковое. А во-вторых, где-то через неделю после того, как я оформила заказ, я матрасы заказывала сразу тоже в одной и той же фирме, мне позвонил там менеджер и сказал, нету кровати. А кровать, которую я заказывала, спинка была немного другая. В общем, и за то, что вот так вот получилось, и то, что мне еще надо было долго ждать, он мне предложил другие матрасы. То есть я выбрала одни, он мне предложил другие по цене тех, которых я выбрала. И вот этот, как бы он дороже. То есть он мне сделал скидку, я уже не помню сколько. Типа супер ортопедический матрас, который имеет независимые пружины. Да, он действительно имеет независимые пружины. Он очень хорошо поддерживает. Но пружины эти ощущаются, причем очень даже хорошо. То есть когда вы садитесь, ощущаются вот эти вот пружины, которые находятся там внутри. Он очень мягенький, очень хороший, во всем мне нравится, кроме того, что здесь ощущаются пружины. Там проволочки. Да, это вот все свалилось, сейчас тут раскладываю. Вот, там да, как проволоки вот эти вот от пружин, вот эти кругляшки. Ну, как заворачиваются. Да, они очень... Да, они очень ощущаются. Но поддерживают классно. То есть если болит спина, вот на этот матрас ложишься, и он как бы, ну, все хорошо становится. В общем. И после того, как мама увидела эти топеры, она меня, можно сказать, заставила заказать мальчишкам. Да? Да, обязательно. Вот, заставила меня, ругала меня по-всякому. Конечно, конечно. Ну, сами поспали бы на таким, на таком бы. Вот, да. Нет, да не, он хорошо, он очень хорошо. Даже вот когда вас не было, я как-то легла, у меня спина болела, устала. Ноги гудели. И вот я легла, и у меня получилось, что у меня тело так вот вниз, а ноги получилось немножко выше. И как бы вот... Да, он вот этим, действительно, независимый пружиной, хорошо. Абсолютно. Но мне кажется, должно быть какое-то между пружинами вот этой верхней части, должен быть какой-то, наверное, наполнитель, чтобы вот это не чувствовалось. Ну, вот теперь, в мере, в него топер. Да, и теперь у нас, получается, мужчины мои, младшие, как короли. У них будет матрас, сверху топер, а сверху топера я оставлю им вот этот вот, то, что покупала в Икее, для защиты топера от проливаний соков и всего остального. От карандашей, от фломастера, от ручек, от чего угодно, пластилина, всё, что угодно. Поэтому они теперь у меня будут на, считайте, трёх матрасах спать, короли. Так что вот так. Принцесса на гороши, как это, принцесса на гороши, а это они, принцы, принцы на пружинах. На пружинах, да. Вот, так что вот так вот. Ну, я очень сильно вот рекомендую вам купить именно вот этот топер, он очень классный. Как вы видите, я тут весь дом. Телетопер, кстати, он говорит, как король спал. Да, деду свёкру моему очень понравилось. Вот, так что, да, так что заказывайте. И ссылки на все товары я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну как? Короли тут будут спать. Вот так вот у меня теперь это всё дело будет выглядеть. Вот. Мама говорит, вообще чувствуется пружина теперь? Нет, вообще не чувствуется. Вообще не чувствуется. Нет, хорошо. Да, вот видите, он, то есть, вот мама села, сам матрас очень хороший. Вот видите, у него прогнулось здесь, а с этой стороны он остаётся. Он, да. По весу. По весу. Получает форму тела. Да, регулирует. То есть, сам матрас классный. Ну вот. Это пружина, конечно. Да, пружина чувствуется. Прям толщину пружинки. Ну. Поэтому вот так вот. Вот эти одеяла мы с мамой посовещались. Мы тоже отдадим мальчишкам. Они метр сорок. Вот. Но они как раз, получается, ну, чуть-чуть вылезают. Просто одеяло очень хорошее. Маме тоже мои очень они понравились. Тем, что они тёплые и при этом очень лёгкие. Это одеяло называется каном из верблюжьей шерсти. И вот сёкру мой тоже спал. Он говорит, классное одеяло. Говорит, где ты такое взяла? Вот. Потому что оно тёплое и при этом очень лёгкое. Очень такое воздушное и комфортное. Поэтому мама сказала, чтобы эти два одеяла тоже я мальчишкам отдала. Да, правильно, правильно. Да? Правильно. Вот. Потому что я-то их заказывала, потому что у нас там ещё есть, ну, спальные места. Одеяла у меня нету. Точнее, есть одно одеяло, которое вообще столетней давности. И, в общем, оно там порвалось. Хотела заменить. Вот. Но мама сказала мальчишкам отдать. Вот так вот. Теперь у них ложа такое тут королевское. Вот. Мама, правда, говорит, ещё подушки нужны новые. Хорошие. Тебе подушки надо было. Да. У меня, кстати, он тебе подушки с верблюжьей шерстью мама себе забрала. Да. Вот. Она говорит, очень хорошие. Голова не потеет. При этом форму держит. Да? Да. Вот. Очень удобные. Поэтому она... Главное, голова не потеет. Самое... Потому что просыпалась ночью от того, что вот переворачивала, вставала, переворачивала подушку другой стороной и снова ложилась. То есть просыпалась от того, что мокрая она вся голова была. Так что мама у меня тут сейчас уговаривает ещё и подушки заказать. И вот ещё покажу чек. Вот мамино бельё по 75 рублей. Мама сказала, оно очень хорошее. Ей очень понравилось. Идёт в размер, в размер. То есть, ну, мама получается где-то 56. Вот как раз... Ну, низ у неё меньше, чем вверх. Поэтому... Поэтому, да. Вот два одеяла взяла по 510 рублей. Топпер две штуки. Вот метр двадцать тысяча сто шестьдесят шесть рублей. Девочки, ну, за такую цену это супер вещь. Очень вам рекомендую. Вот фартук 63 рубля. Как вы видите, он дешёвенький такой. Вот ещё мамино нижнее бельё. Носочки. Вот они в упаковке. Получается шесть пар. Продается только упаковками. Стоит 108 рублей. Мне кажется, ну, носки вещь такая. Они либо теряются, либо рвутся. Так что супер. И вот это вот мой костюм. Восемьсот сорок рублей. И сарафан 476 рублей. Вот так вот. Меня ещё как-то спрашивали по поводу доставки. Девочки, мне присылают почту России. Соответственно, всё зависит от... От чего? От веса. От того, какое вы выберите средство доставки. Скажем так, всё это уточняйте на сайте. Вот. Так что вот такие вот. Но топпер это прям супер вещь. Рекомендую. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Все ссылки на все позиции, которые я заказала, я оставлю вам внизу в инфобоксе. Так что переходите и смотрите. Всех люблю. Целую и до новых встреч.